Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале, сегодня у нас с вами занятие по наброскам, и добро пожаловать, будем заниматься. Сегодня у нас наброски с натуры, в основном я думаю для одного предыдущего, кто у нас не знает, что такое наброски с натуры. У вас даже скорее, я сейчас все расскажу, у вас скорее даже не наброски, а зарисовки. Почему? Потому что набросок подразумевает из себя движение и примерный характер. Это где-то вот набросок максимально должен длиться минуту, это называется набросок. У вас 20 минут, то есть за 20 минут, конечно, можно по одной минуте сделать, но я думаю, что все-таки будем чуть длительную постановку делать, то есть мы ее делаем в полный рост, для вас пока. Если очень хотите, можно, конечно, сделать портрет. Что нужно в наброске? Во-первых, компонувка в формате. Это я напоминаю, кто у вас уже рисовал. То есть у вас перед вами есть бумаги. Сначала вы смотрите, как вы компонуете, вертикально или горизонтально. Что для этого нам нужно сделать? вот так вот ручки сделали, потом сделали их вот так, перевернули, вот так уголочек у вас, пальчики вытяните, вот, нет, смотрите, вот так. Соединили, с палец к палец, вот так вот, чтобы рамочка была. Да? И что вы делаете? Смотрите сквозь эту рамочку на фигуру, да, находящуюся. Как будет лучше ее закомпоновать? По вертикали или по горизонтали? По вертикали. Значит, вы располагаете, соответственно, лист вертикально и уже компонуете. Что вы должны сделать? Вы должны максимально занять пространство листа. то есть, у вас где-то сантиметр над головой и примерно там сантиметра полтора под ногами. Сначала вы берете, значит, самый мягкий карандаш. Во-первых, легонечко сделали, просто так вот набросали, как дети рисуют, знаете, голова, яичко, палочки, ручки, ножки, палочки, да, вот. Закомпоновали ее себе в формате. Повозили карандашом по бумаге. Потом обрисовывать начинаете, то есть, уже, если вы смотрите, у вас хорошо сгубновали, приблизительные пропорции есть. Про пропорции я сейчас расскажу отдельно. И начинаете уже обрисовывать. Что от вас нужно? Во-первых, я не требую портретного сходства. Самое главное, чтобы это было похоже на человека. То есть, одна голова, две руки, две ноги, да, и что человек сидит. Ну, хотя бы примерно. Потому что, конечно, для первого раза, для первого года сделать уже фигуру полностью, чтобы она была похожа, это довольно-таки сложно. Дальше. Волосы. Массы. Что такое массы? То есть, это общий контур. То есть, вы, если вы рисуете голову, волосы рисуем по контуру. Знаете, некоторые рисуют вот так вот волосинки такие, швабра такая, знаете, на голове получается. Этого делать не нужно. Общий контур. Если потом дело уже дойдет до тонирования, если вы успеваете по времени, тогда вы уже начинаете немножко карандашиком заштриховывать, где-то пальчиком размазывать. Начинаете обрисовывать фигуру. Как вы ее видите. Значит, кто умеет брать наклонные пропорции, берем. Вы не умеете, вам это сейчас не нужно. А наклончики, кто знает, как брать, тоже берем наклонные руки, ноги и так далее, какие-то межточечные наклоны. Значит, основное, чтобы было похоже на человека, что человек в одежде, все детали одежды рисовать не надо. Ну, просто хотя бы понятно, да. Где-то форма, касаясь тела, приобретает форму тела. Где-то свисает свободными складками. Складки основные. Колени, локти, да, сгиб. Сгиб по торсу какие-то, да, их можно себе немножко наметить. Если бывает много складок на одежде, вот эти все их рисовать не нужно. Достаточно только на месте сгиба. Дальше. Основные пропорции тела человека. Голова в теле человека умещается примерно 8 раз. Ну, так как здесь фигура у нас сидит, да, то здесь, кто умеет брать пропорции, прикидывайте примерно, сколько у вас по вертикали еще раз голова влезает. Ну, это так, сейчас, для информации. Дальше. Что у нас еще? Ладонь. Размер ладони. От подбородка до середины лба. Это пропорция. Понятно. Ну, что вы, да, вот когда рисуете фигурку масштабу. Сидячая развесенька? Нет. Нет, поэтому я вам говорю. Это когда фигура стоит. Здесь вы просто можете прикинуть сколько раз. Она по вертикали у вас уместится, да. Значит, пальчики отдельно рисовать не надо. Кто не умеет это делать, вы рисуете общий контур. То есть, это как бы варежка, как варежка. Это как схема с какими-то плоскостями перехода этих плоскостей. То есть, не надо пальцы отдельно рисовать. Дальше. Локти касаются верхнего края таза. Кто не знает, вот у себя косточку пощупаете, вы ее найдете. Значит, локти у нас находятся на верхнем краю таза. Значит, вытянутая в локте рука полностью касается, середины бедра касаются пальцы. Вот это бедренная кость. И, соответственно, понятно, что размер ладони больше, чем стопа. Ну, чтобы не были очень маленькие стопы, да. Если сможете какую-то хорошую форму придать, ну, что это там, не лапти и не модельные сапоги на кублухе, да, хотя бы примерно порисовать себе обувь. Ее можно наметить там в шнурочке, если успеваете. Вы можете уже начинать намечать, компоновать сейчас в формате фигуру, легонечко возя по бумаге карандашом, как это делают дети. Потом уже вы будете обрисовывать. В конце, когда вы закомпоновали, когда вы примерно себе все наметили, начинается у вас уже детальная отрисовка. Не забывайте, лица пустыми не оставляем. Хотя бы просто черточками намеки на глаза, на уши, там что-то. Не надо детально рисовать, но лицо пустое быть не должно. Волосы массы и уже какая-то, какие-то, может быть, детали одежды, какая-то обувь по ее модели. Понятно, да? Дальше, когда вы вот это все сделали, в конце наброска вы, уточняя линии свои, начинаете делать небольшой линейный объем или объем по теням. То есть вы подчеркиваете по теням передний план жирнее. Карандашом просто так вот линии делаете, да? Где-то по теням внизу, что-то в лице немножко. То есть какие-то акценты даете. Вы не рисуете проволочный жесткий каркас, прям не давя вот так вот на карандаш сильно. То есть в свету, свет сверху, в свету у вас линия легче. По теням, где идут тени, да? Соответственно, чуть-чуть жирнее, подчеркиваю. Передний план, то есть передний план, понятно, что к вам было ближе, тоже можно немножко подчеркнуть. А все остальное, корректировка уже в процессе. Я прохожу сейчас и у каждого посмотрю, будет уже конкретно, каждому из вас свои, как бы, указали по этому поводу. Времени у вас мало. У нас осталось 11 минут. Для второго, третьего года этого достаточно. Для вас будет маловато, поэтому много не думаем. Смотрим, переносим. Смотрим, переносим. Самое главное – это компоновка в формате. От нее отталкиваемся. Наметили, на человека похожи, не успели, все отлично. Смотрите, у кого фигура блоком или полублоком, не забывайте о чем. О том, что если вы ее закомпонуете в середине, и к вам фигура блоком, у вас колени, или если она вообще ноги так вытянута, они просто уйдут за периметр вашего листа. Поэтому, у кого фигура боком или полублоком, смещаем спину или вот эту боковую часть ближе к краю листа, чтобы иметь возможность спереди фигуры дать чуть больше пространства и чтобы у вас уместились, допустим, ноги, особенно вытянутые. Старайтесь ничего не стирать. Легонечко сначала вымечаете, потом уже в процессе будете уточнять. То есть не тратьте время на стирание. Если у вас сразу не получилось, вам сразу не нравится, выкидываем бумагу, берем другую. Начинаем заново. Не тратьте время на стирание и перепостроение своей работы. Чем мельче делаете, тем сложнее вам самой. Да, рисовать детализация для вас тоже будет сложнее. Еще раз, например, кто первый год и не знаком с анатомией, не надо пальцы все отрисовывать. Схематично варежкой рисуете. Вот, 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 вот. Нормальные наклончики, все, да. Хорошо, немножечко там у нас ножка как бы, да, ушла. Ну, смотрите, вот там есть побольше бумажка формата А3 примерно, я на стол положила. Вы можете в следующий раз ее взять, она вот там на столе лежит, и на ней делать. Потому что, еще раз, да, все-таки легче сделать чуть крупнее на большом формате, чем мельчить. И где-то там вот в этой мелочевке, там где-то очень упорно и долго ковыряться. Лицевая часть побольше. Вот, да, носик у него вот здесь вот идет. И что у нас дальше идет? У нас здесь вот идет ухо. И еще затылок с волосами там какими-то, то есть еще тут масса, масса черепной коробки. И вот сюда уже уходит у него рука. Да, вот оно у нас пошло. То есть маловато немножко у вас лицо. Лицевая часть находится на линии от кончика носа и брови по прямой линии. Видите? Я прям провела вот так, вот так по прямой линии. А начало уха у нас от скуловой нижней части, вернее от нижней части нижней челюсти, от угла нижней челюсти вверх линию проводите. И вот на пересечении вот этой линии и вот этой линии, у нас начинается. Вкратитари се. Да? Смотрите на меня. На пересечение линии от носа, вот так, прямо видите я веду. И облах нижней челюсти. Вот угол нижней челюсти, вы можете он себя пощупать. Вот в этом месте начинается уха от линии носа. Прямо, да, если прямо голова. И от угла нижней челюсти. Вот так вот проводим, вот угол нижней челюсти, и здесь начинается ухо, которое идет на линии бровей и линии носа нижней. Вот в этом есть. Хорошо бы дома сделать ухажнение в плане порисовать обувь. Вот для набросков нам это нужно. Что значит обувь? Взяли планшет, ну или что-то там, какой-то картон, платку, карандашик, бумажку, сели в коридоре, вот портрет любимого сапога или кроссовка. Причем можно в ракурсе. Это можно бросить там подошвы вверх и попробовать эту обувь. Мало того, чтобы рисовать в характере, чем отличается туфля от кроссовка, и еще прорисовать, продумать насквозь эту конструкцию, как мы с вами обычно делаем построение, там сквозные, перспективные. Так, в общем-то, себе порисовать обувь. Потому что характер обуви – это тот же самый характер формы. За неимением живой натуры в плане того, людей порисовать, может быть, это сложно, то уж обувь, она всегда у каждого в коридоре имеется. В больших количествах и разная по своему модельному ряду, скажем так. То есть, это хорошее упражнение, оно для развития, для набросков нам потом очень пригодится. Так, ну что, закомпоновано нормально, вроде. Да, вроде все хорошо. Смотри, все-таки мужская фигура, значит, мужская фигура отличается от женской. Мужская фигура плечи, ночевый пояс шире таза, но редко когда бывает на уровне женская фигура, плечи или на уровне таза, или уже таза, то есть таз шире, поэтому понятно. Да, если ты сделаешь их наравне, то есть это будет очень понятно. Все быстрее, быстрее, дальше делаем, не отвлекаемся. Так, все хорошо, только он мелковат в формате. И для такой головы по пропорциям нужно быть вот таким вот, то есть это покрупнее тельце должно быть. Ты можешь вытянуть ручку вперед, взять размер головы на натуре, прям там. И просто по вертикали прикинуть, посмотри, сколько раз у него голова вот так вот влезла до ноги правой. Вот, пожалуйста, там бумага, да, лежит. Молодец. А так, вот момент такой, все на нем очень сильно бывают зацикливаются или путаются. Вот место соединения торса, торса с ногами, да, давай мы себе представим, я всегда всем говорю, давайте представим, что будет, если ноги оторвать. Что у нас получится? Ягодичные мышцы, седальщик, собственно, да. Так вот, здесь у нас подтягивается сюда, здесь, если есть джинсы, идут складки, здесь у нас уже пошел торс, это молния на штанах, здравствуй. Здесь у нас тоже могут идти складки на штанах вместо натяжения формы сюда, понятно, да? Чтобы вот здесь вот не было или пустого места, или не поймешь, что там происходит. То есть соединение торса с ногами, оно, конечно, должно быть. Вот, а так, в целом, по пропорции вроде все хорошо пока у нас. Так, компоновка в формате какая? Должна быть здесь. Горизонтальная. Горизонтальная. И не спешите, не торопитесь. Легонечко сейчас все наметили. Кто умеет брать на кончики, взяли. Кто умеет пропорции, тоже померили себе. Межточечные наклоны, например, между коленом, локтем, между кончиком ботинка, допустим, или пальцами. То есть вот такие вот какие-то межточечные наклоны по форме можно себе взять. И поменьше стирайте. Здесь фигуру компонуйте, чтобы вот под этой ногой, которая была опущена, у вас было примерно где-то тоже сантиметр. Чтобы где-то в середине листа у вас сама фигура компоновалась. Итак, мы сегодня с вами закончили наброски. Надеюсь, материал нам удался. Все было довольно-таки понятно. И давайте тогда подпишемся на наш канал, поставим нам пальчики вверх. До новых встреч, дорогие друзья!